ребята всем привет меня зовут класс наталия рада видеть вас на своем youtube канале совсем недавно мы с вами обсуждали лучшие добавки для костей и суставов а сегодня поговорим про не менее важную тему какие продукты должны обязательно присутствовать в рационе чтобы наши кости и суставы максимально долго были здоровыми итак давайте начинать продукт номер один на котором я хотела бы остановиться это костный бульон на самом деле наверняка вы слышали про него уже неоднократно и там есть разные истории как его варить иногда считается что правильно сваренный костный бульон должен томиться не менее 12 часов но если мы с вами говорим все-таки в контексте здоровья суставов то тут уже если особенно есть какие-то предпосылочки я все-таки сторонник того чтобы костный бульон был не особо долгой варки 2 3 часов достаточно вы получите оттуда всякие разные хорошие необходимые незаменимые аминокислоты соответственно вы получите оттуда пользу и при том что он будет не так долго варен сварен там будет меньше риск образования всякой подагры и прочих нехороших историй особенно если есть какие-то проблемы с желчным пузырем то тоже не особо рекомендуется бульоны прям такой супер долгой варки поэтому тоже имейте это в виду кстати если вы внимательно слушаете мои ролики то наверняка слышали что я уже говорила что а у нас организме все устроено очень интересно то есть если вам болит какой-то орган то в большинстве случаев вам будет показан в питании точно также тот орган но у каких-то животных например печень печени животных почки почки животных точно также с костным бульоном проблемы в костях суставах соответственно костный бульон в вашем рационе должен быть следующий продукт на котором я хотела бы остановиться это желатин на самом деле желатина и желешки всякие это еда наверное из детства и вроде как все вы хорошо и можно есть тот самый желатин но его проблема состоит в том что там обычно очень-очень много сахара если вы не боитесь сахара если у вас все прекрасно с инсулином вообще с углеводным обменом то в принципе вы можете делать обычные желе даже ягодное желе это будет очень актуально но если же все-таки есть какие-то проблемы с инсулином сахаром да то соответственно лучше отдавать предпочтение каким-то не сладким вариантом коллаген который содержится в желатине действительно может снижать болевые ощущения в суставах а также там содержится незаменимая аминокислота лизин она может поступать к нам в рацион исключительно с продуктами питания поэтому крайне важно чтобы у нас были в рационе собственном продукты питания которые богаты лизином крайнем случае можно использовать какие-то добавки с лизином дело в том что эта аминокислота помогает в абсорбции кальция из кишечника и соответственно кальций всасывается лучше а кальций просто супер важен для здоровых костей для здоровых суставов и это будет наш следующий пункт кальций наверняка большинство из вас знает что для того чтобы у нас кальций адекватно всасывался в организме должен быть еще и хороший уровень витамина d если вдруг вы никогда его не сдавали то обязательно посмотрите и доведите ваши цифры до оптимальных значений если мы говорим про продукты питания в которых содержится кальций сразу наверняка многим приходит на ум молочная продукция но если вы ее не едите по каким-то причинам неважно знаете что это абсолютно не проблема кальция очень много содержится совершенно других продуктах на самом деле в одной столовой ложке семян кунжута особенно если брать черный кунжут содержится практически суточная норма кальция поэтому не переживайте его очень легко получить из совершенно разных продуктов также много кальция содержится в других семенах в маке не только в кунжуте в конопле и вольне если мы говорим про орехи то тоже очень богатый кальцием и бразильский орех и миндаль и фундук и точно также фисташки то есть все это ешьте не забывайте что если вы едите чрезмерно много орехов то лучше все-таки их замачивать также кальций содержится в самых разных бобовых культурах много кальция в рыбе в моллюсках особенно устрицы да продукт конечно не только богатый цинком но и очень богатый кальция в том числе но к сожалению немножко не свойственен для нашей местности и соответственно поэтому очень дорогой но где-то там на курортах обязательно обращайте внимание и включайте свой рацион устрицы также кальция в достаточно большом количестве содержится в листовой зелени все все темно-зеленые овощи в том числе тоже содержит кальций поэтому обязательно обогащайте этими продуктами свой рацион в сырах конечно же тоже содержится кальций его гораздо больше чем какой-то другой молочной продукции поэтому если вы едите сыры то вполне вероятно что можете такое себе тоже позволять как источник как дополнительный источник кальция следующий пункт 4 это омега-3 вы спросите при чем тут омега-3 и суставы но на самом деле омега-3 является противовоспалительной кислотой вы в курсе дан я рассказывала о ней даже в добавках в том числе потому что это очень очень важно мы должны увеличивать количество омега-3 в рационе и уменьшать провоспалительные жирные кислоты омега-6 поэтому включайте обязательно свой рацион жирную рыбу не обязательно чтобы это была какая-то дорогая рыба рыба красная там лосось что угодно подойдет скумбрия подойдут маленькие рыбешки то есть все что в принципе вашей душе угодно чем меньше рыбка по размеру запомните это тем она более скажем так безопасно с точки зрения содержания каких-то тяжелых металлов поэтому это тоже очень важно но в любом случае омега-3 обязательно должна быть в вашем рационе также сюда я хотела бы отнести еще и другие жиры потому что жиры просто необходимы для синтеза желчи а желчь костяно участвует выработки синвяльной жидкости которая является таким смазочным инструментом для суставов поэтому тоже очень важно обращайте внимание чтобы ваши рационы были богаты полезными жирами в том числе следующем пятым пунктом списке полезных продуктов для наших костей суставов я бы назвала две противовоспалительные специи это куркума и имбирь кто-то любит только куркуму кто-то любит только имбирь и кто-то любит все вместе кто-то не любит ничего в любом случае ориентируйтесь на ваши вкусовые пристрастия вкусовые предпочтения но я бы рекомендовала вам добавлять максимально эти специи в свой рацион например если вы делаете плов то куркума отлично во первых сделает его ярким да еще очень хорошо сочетать с какими-то кокосовыми сливками потому что жирами всегда максимальное усвоение и с перцем также куркума усваивается гораздо лучше поэтому имейте это ввиду имбирь можно добавлять в какую-то выпечку делать имбирные пряники может быть даже добавлять в кофе в общем на ваш вкус но имейте ввиду что эти специи они как принципе многие специи могут обладать окрашивающим каким-то эффектом до особенно куркума она очень-очень такой яркий природный краситель оранжевого цвета поэтому если вы недавно сделали какое-то отбеливание зубов либо что-то такое знаете что вам в этом случае лучше повременить с куркумой а в целом она очень полезна и шестой последний пункт и здесь находится та ягода которая наверняка очень вас удивит своим присутствием в этом списке это вишня дело в том что по последним исследованиям вишня обладает таким очень интересным эффектом она способствует выведению мочевой кислоты из нашего организма а тем самым она снижает риск возникновения подагры и еще снижает тоже риск возникновения артрит поэтому вишня на самом деле классный препарат и к препарат в качестве экстракта и сам по себе как продукт но если мы говорим все-таки сегодня про продукты то обязательно включайте вишню в свой рацион но конечно не в качестве каких-то компотиков а вы делаете я не знаю замороженную ешьте и просто так мне кажется это безумно вкусно в общем обязательно балуйте себе вишни и еще и пользу для костей и суставов получите ребят я очень надеюсь что ролик был вам полезен если у вас есть какие-то проблемы с костями и суставами то все эти шесть пунктов и обязательно включайте свой рацион вы несомненно увидите разницу уже совсем скоро вообще я желаю вам крепких суставов здоровых костей а мы с вами увидимся совсем скоро в новом ролике всех целом обнимаю всем пока пока пока